Как известно, в Амстердаме можно попробовать все. А в сентябре еще и все в области связи, медиа и телекоммуникаций. Ведь именно в сентябре здесь проходит масштабная отраслевая выставка ABC-2019. Один из крупнейших операторов спутниковой связи в России. Одно из крупнейших предприятий в городе Щелково. Газпром Космические системы также принимает участие в выставке. Более 1700 участников выставки, около 400 спикеров и 55 тысяч посетителей. Вот что представляет собой ABC-2019. Здесь решается будущее связи не только в Европе, но и во всем мире. А технологии 8К и 5G уже стали реальностью. Помимо огромной демонстрационной площадки самых прогрессивных технологий, ABC-2019 это место для общения, обмена опытом и, конечно же, выстраивания и укрепления партнерских отношений. Атмосфера у стенда компании Газпром Космические системы, как всегда, оживленная. Такие выставки – это отличная возможность встретиться с проверенными временем партнерами. Сотрудничество с многими из которых продолжается уже не одно десятилетие. Ещё до запуска спутника Ямал-402 у нас с компанией Газпром Космические системы были очень хорошие отношения. Сейчас наша компания работает очень стабильно. Интерсад – очень надёжная компания. У нас есть свой собственный телепорт, и наши партнёры предложили нам использовать мощности Ямала-402. И мы уже достигли некоторых договорённостей на этой очень важной для нас встрече. Мы работаем когда-то с ГАЗКОМом, теперь с ГКС уже, наверное, лет 20. И благодаря их усилиям в космосе мы имеем определённые успехи на Земле со многими потребителями, давая каналы спутниковой связи. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено и дальше. Залог успешной работы российского оператора спутниковой связи на мировом рынке в первую очередь в качестве предоставляемых услуг. Четыре космических аппарата спутниковой группировки Ямал способны оказывать услуги связи практически во всём мире. Напомним, что основные операции по управлению спутниками проводятся в телекоммуникационном центре, расположенном в нашем городе. Кроме того, специалисты компании всегда готовы оперативно предложить партнёрам максимально выгодные условия сотрудничества. Мы удовлетворены. С компанией «Газпром» космические системы очень просто работать. Очень успешно решаются наши задачи по космосу. «Газпром» — отличный поставщик. У нас очень активный аккаунт-менеджер. За долгие годы мы выстроили отличные отношения. С «Газпромом» очень легко работать, и нам очень нравится. Они всегда готовы дать именно то, что нам нужно. Если нам вдруг что-то нужно срочно, «Газпром» всегда доступен и готов помочь. Мы начали работать с «Газпром» космические системы 10 лет назад, и мы не предполагаем заканчивать. Я думаю, будем использовать спутники «Газпром» космические системы всегда. Один из ключевых моментов работы на подобных выставках — подписание договоров о сотрудничестве, которое предваряет длительная и серьёзная работа менеджеров и руководства компании. На ABC 2019 компания «Газпром» космические системы заключила два контракта с партнёрами из ЮАР и Канады. «Мы обновляем ёмкости для наших клиентов. Речь идёт о скачках. Мы поставляем телеканалы и данные о результатах скачек по всей Африке. Также мы сегодня согласовали стоимость единичных трансляций, приуроченных каким-либо значимым событиям». Количество участников выставки, которая в этом году исчисляется цифрой с тремя нулями, предполагает, что и конкуренция в отрасли достаточно жёсткая. Однако «Газпром» космические системы развиваются в соответствии с требованиями мирового рынка и в области клиентских сервисов, и технически. Так, новый «Ямал-601», сменивший на орбите «Ямал-202», отличается самой высокой пропускной способностью в российской орбитальной группировке. Ещё одна хорошая новость. Вышеупомянутый «Ямал-2002», введённый в эксплуатацию в 2003 году и успешно отработавший предполагаемый срок своего активного существования — 12 лет, до сих пор может эксплуатироваться, а значит, в космической семье «Ямалов» будет 5. «Ямал-202», сейчас по оценке наших технических специалистов мы поняли, что он ещё может работать порядка 2-3 лет, и мы приняли решение установить его восточную позицию, и у нас сейчас движется на восток в позицию 163,5 градуса для работы, для предоставления услуг в Тихом океане. В ноябре месяце мы планируем его туда установить и уже начать предоставлять услуги и координировать эту позицию для Российской Федерации в Международном союзе электросвязи. «Ямал-601», как я сказал, в всей диапазоне все клиенты переведены, качество услуг не хуже, чем на «Ямал-202», а в некоторых зонах даже лучшая энергетика получилась. И сейчас у нас идёт тестирование и опробование в КАА-диапазоне. Мы планируем где-то с конца сентября, начало октября начать ещё и в этом диапазоне уже предоставлять услуги. Для компании «Газпром Космические системы» участие в IBC 2019 – это один из обязательных этапов работы. Всего в течение года компания участвует в нескольких крупных отраслевых выставках. А нам остаётся пожелать нашим соотечественникам и дальше успешно представлять нашу страну на мировом рынке связи. Анна Коростелёва, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.